Действительно обсудим и сделаем это прямо сейчас. Итак, к нашему эфиру присоединяется Григорий Плачков, эксперт по ядерной энергетике, глава Государственной инспекции ядерного регулирования, 17-21 год. Григорий, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время, очень рад вас приветствовать. Да, добрый вечер. Да, приветствую вас. Вы знаете, с чего бы хотел начать? Поймите только правильно мой вопрос. Хотел бы немножко расширить, так сказать, спектр беседы. Мы, конечно, сегодня будем говорить о состоянии украинской энергетики после очередной ракетной атаки врага. Но хотелось бы в целом поговорить вот о чем. То, что происходит вообще сейчас в принципе. Война, удары как по территории Украины, к этому ужасу нельзя привыкнуть, но тем не менее. Удары также по территории Российской Федерации по военным объектам имеются в виду и Курская область, и Белгородская область и так далее. Вот есть, например, Курская АЭС, насколько мне не изменяет память. В целом, то, что идет война, то, что в любом случае могут быть повреждения аромных электростанций, по большому счету, к чему это вообще может привести в целом? Как на территории Российской Федерации, так и на территории независимой и суверенной Украины. Очень вот такую сложную тему задаете. Во-первых, давайте первое, да, вот что мне первое приходит в голову. Атомные электростанции не проектируются для ведения военных действий на самой АЭС или возле нее. Это первое, да. То есть, да, действительно, Курская атомная электростанция, это атомная электростанция с энергоблоками РБМК, это тот тип реактора, который на Чернобыльской атомной электростанции. Да, наша страна вывела их из эксплуатации, вывела Чернобыльскую АЭС, ну, из эксплуатации у нас остался четвертый энергоблок аварийный. Курская АЭС, она действительно подобна ЧАЭС, но на ней проводилась модернизация и все остальное. Да, действительно, на Курской АЭС нет защитного конфаймента и действительно там попадание даже дронов и всего остального приведет к достаточно серьезным последствиям. Второй момент, военные, да, атомные электростанции, они не являются законными военными целями. Я понимаю о том, что со стороны неуважаемой Российской Федерации это, конечно, ну, такое наплевательское отношение к международному законодательству, но мы все-таки цивилизованная страна и наносить удар именно по самим атомным электростанциям, это, ну, это, опять же, знаете, термин «законная военная цель», он очень-очень такой, это сложное понятие, да, и я с вами согласен, что во время войны, ну, очень многие там вещи, они размываются. Поэтому, ну, вот, как-то так, то, что вот по поводу того, что произошло, очередной обстрел, очередная попытка погасить страну, очередная попытка отрезать нашу страну от возможности получать электроэнергию, как, там, техническую помощь, аварийную помощь или покупать электроэнергию из наших, от наших европейских партнеров, также была попытка отрезать нас и от этого инструмента, который позволяет нам, ну, как, там, более или менее справляться с теми проблемами, которые возникли. Ну, если хотите, я дальше продолжу по поводу разгрузки атомных электростанций. Пожалуйста, пожалуйста, конечно, Григорий. Да, ну, действительно, энергетикам на атомном электростанции, ну, тем вахтам и тому оперативному персоналу, который столкнулся с проблемами, сейчас действительно это разгрузка. Был же, знаете, у меня возникает вот такое ощущение дежавю, если мы вспомним прошлый год, то мы обсуждаем все те же вопросы, вопрос блэкаута страны, вопрос стабильной работы атомных электростанций и что враг может сделать для того, чтобы покосить страну. Он будет и дальше терроризировать нашу энергетику, он будет пытаться бить по нашим ключевым подстанциям высоковольтным, которые необходимы для того, чтобы выдавать мощность ту электроэнергию, которую производят атомные энергоблоки. И действительно, вот такая работа на пониженных мощностях, она, ну, это не есть там хорошо, это там режим, который воспринимается. Ну, а атомные электростанции все-таки рассчитаны на, по проекту, на базовую нагрузку, да, о том, что они будут работать на полную мощность стабильно всю свою топливную компанию. Поэтому вот риски в том, что атомные энергоблоки разгружаются и нагружаются, он, ну, он такой минимальный, но он все равно существует. Поэтому вот такая вот ситуация. А бьют по основным подстанциям, по генерирующим мощностям, по гидроэнергетике. И пытаются опять к зиме потушить нашу страну. Но думаю, что не справятся. Уверен даже. Мы тоже в этом уверены и знаем, что силы нашей ПВО будут все для этого делать. Вы знаете, еще один хотел задать вам вопрос. Опять-таки, прошу вашего понимания, потому что не хочется тут, как говорится, хайповать на сложных темах. Но, тем не менее, опять-таки, нас смотрит и русскоязычная аудитория. А война, она в любом случае уже также перешла на территорию Российской Федерации в том числе. Я правильно понимаю, что в таких российских городах, как Ростов и Воронеж, также есть атомные электростанции? Да, ровно такие же атомные электростанции, по которым бьет враг на территории Украины. Вот скажите, пожалуйста, если случится так, что если какой-нибудь обломок дрона, например, падает на Ростовскую или Воронежскую атомную электростанцию, вот россиянам же также, как минимум, грозит и блэкаут, и все остальное. То есть злорадствовать россиянам точно не надо относительно того, что сейчас происходит в Украине. Все может быть здесь. Не надо злорадствовать даже в том варианте, в том, что они возвращаются даже к Запорожской атомной электростанции. То, что там происходит, несут полностью тот оккупант, который там находится. Что касается Воронежской и Ростовской атомной электростанции, если я не ошибаюсь, там даже есть новые энергоблоки, новая Воронежская. Поэтому, ну, я сейчас на вскидку не вспомню, какой тип энергоблоков, но если я не ошибаюсь, ВВРовские. Поэтому у них, они немножко, это другой проект, параллельный, который развивался в Советском Союзе, потому что развивалось два проекта ВВР-1000. Ну, ВВРовский водоводяной энергетический реактор и реактор большой мощности канальный. Там действительно два разных проекта. И ВВРовский реактор, он спроектирован более, считается, что он спроектирован более безопасно. Он там выдерживает какое-то попадание легкомоторных самолетов. Но еще раз повторяю о том, что атомная электростанция не проектируется. Ну, невозможно, но хорошо, не попадет в конфаймент активной зоны реактора, попадет в турбинное отделение. Это, опять же, приводит к остановке атомной электростанции. Поэтому я бы действительно не злорадствовал, потому что дроны долетают и не только до АЭС, и до нефтебаз, и до распределительных устройств, и до тепловых электростанций. Поэтому, ну, опять же, я могу согласиться о том, что в эту игру можно играть вдвоем. Но, опять же, скажу еще раз и повторюсь о том, что мы цивилизованная страна. И на мое личное мнение о том, что атомные электростанции все-таки являются незаконными, ну, вернее, они не являются военной целью, законной. Да, потому что, ну, можно наделать такой беды, и Чернобыль с Фукусимой покажутся там цветочками. Поэтому, да, это атомная электростанция, поэтому и такой контроль за атомными электростанциями. Поэтому и существуют там инспекции, существуют проверки, существует тоже всеми нелюбимое международное агентство по атомной энергии. Но, опять же, к атомной энергетике, к ней все-таки повышен контроль, потому что и беды можно сделать, и распространение ядерного материала. Это также основная и физическая защита объектов, атомной инфраструктуры. Это тоже один из таких основных вопросов, которые, ну, все международное сообщество всегда интересует. Да, ядерная беда, это действительно страшно. Вот вы, насколько я понял, вы говорили про Курску АЭС, когда, насколько я понял, если я не прав, сразу же поправьте меня, я не профессионал в этой теме, что там схожие вообще-то принципы с Чернобыльской АЭС, и мы прекрасно понимаем, какие... Да, да, там реактор... То есть последствия могут быть, собственно, страшные, на самом деле, опять-таки, это может быть... Опять же, ну, давайте, это все-таки еще и работа персонала. Ну, конечно. Это тоже один из таких немаловажных аспектов, в каком состоянии находится в психологическом персонал. Ну, опять же, понимая давление, когда у тебя, ты под дулом пистолета работаешь, или когда ты работаешь в нормальных, спокойных условиях, или когда ты понимаешь о том, что у тебя летают ракеты, которые разворачиваются, по мнениям российских специалистов, на 180 градусов. Поэтому это очень сложный вопрос. Этих людей тренируют очень долго. Опять же, я не в защиту неуважаемой Российской Федерации, но, опять же, пример Запорожской и Чернобыльской атомной электростанции должен у россиян стоять перед глазами, когда там копаются окопы, а наши деды в 43-м году окопы копали. Поэтому тут, опять же, аспектов очень-очень-очень-очень много. И психологических, и политических, и геополитических, и очень много разных подводных камней. Но атомные электростанции не проектируются для ведения военных действий. Вот это вот, вы знаете, вот эту фразу, как говорится, можно взять, выделить жирным шрифтом, образно говоря, что атомные станции не для войны. Вот это очень важно. Вот тогда я предлагаю поменять немножко тему нашей беседы, хотя все как бы крутится вокруг ядерной темы, но, тем не менее, вот какой аспект. Что пишет западная пресса? Ядерный Киев может быть единственным логическим результатом, который останется у украинцев. Пишут о том, что Украина допустила ошибку, избавившись от ядерного арсенала. Украина должна снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы. Немецкий журналист, известный, мягко говоря, неоднозначными высказываниями, скажем так, очень мягко, Рёбке из издания Bild, пишет о том, что, по его информации, Украина якобы способна быстро восстановить ядерный потенциал в случае угрозы для Киева за несколько недель. Мне кажется, это преувеличение, но вы прокомментируете. Быстро это, когда Соединенные Штаты ракеты поставят на нашей территории. Вот, кстати, согласитесь, да? Вот как бы все одно от другого зависит. Это быстро, да. Как на Кубе. Раз, и появились ракеты среднего действия. Средней дальности, вернее. Вот это да, но опять же, ну знаете, много конспирологии началось. Я же тут, ну как бы, по мере возможности пытаюсь отслеживать. Да, да. Во-первых, это международное законодательство. Да, есть риски о том, что если мы начнем заниматься какой-то там ерундистикой, могут отказать в оружии. Сказать, ну, ребята, вы там занимаетесь... Потому что мы действительно взяли на себя добровольное обязательство отказаться от ядерного оружия. Да, были гаранты, они не сработали. И да, у нас есть, и всех гложет этот вопрос о том, что да, мы отказались. А если бы было бы у нас ядерное оружие, то все бы вели себя по-другому. Но у нас его нет. Да, мы исходим от факта того, что ядерного оружия у нас нет. Потенциал для того, чтобы его восстановить, ученые, специалисты и там в военное время, это очень сложно. Это очень много денег и очень сложно. Пойдем мы по такому пути, не пойдем, это политическое решение. Быстрый способ, как я говорил, да, создается там база, размещаются ракеты, все, здрасте. У вас на границе там есть ядерный потенциал. Но это тоже, это надо смотреть с точки зрения международного законодательства. Опять же, мы цивилизованная страна или не цивилизованная страна. Но я все-таки считаю, что мы цивилизованная страна. Потенциал восстановить, он есть, да, можно восстановить, но это очень большие материальные затраты. Это очень сложно по энергетике, по именно по самой электроэнергии. Тоже надо брать во внимание о том, что у нас нет технологии обогащения. Кто-то считает о том, что мы можем с топлива вытащить, но у нас нет технологии переработки ядерного топлива. Поэтому в этом вопросе, опять же, очень много конспирологии, очень много таких каких-то фактов, информации вбрасываемой. Поэтому, ну, сложно судить. Думаю, что мы, опять же, цивилизованная страна. Действительно, цивилизованная страна, в отличие от наших соседей, назовем их так. Вы знаете, и напоследок... Я вот, если можно разрешить, я одну демарку сделаю. Есть одна очень хорошая новость. Я не понимаю, ну, для меня, я пока не разобрался, это рефлексия неуважаемой Российской Федерации. Был подписан неуважаемым президентом указ о снижении поставок ядерного материала в Соединенные Штаты Америки. Вот это вот очень такой сигнал, я пока, ну, тут надо дальше смотреть и анализировать. Или тут, или Соединенные Штаты все-таки запустили машину отказа от ядерных технологий и ядерных материалов, которые есть у Российской Федерации. И это рефлексия, этот указ, это такая рефлексия. Ну, раз отказывайтесь от нас, ну, посмотрим, да, но это такой достаточно серьезный сигнал, потому что Соединенные Штаты, во-первых, у них и ядерного оружия достаточно много, и парк атомных электростанций самый большой в мире. Да, поэтому это вот, это или игра опять какая-то мускулами и повышение ставок, или, 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 или это такая рефлексия на то, что все-таки Соединенные Штаты запустили свою программу отказа от ядерных технологий и ядерных материалов от неуважаемой Российской Федерации. Вот это очень интересный сигнал и звоночек. Знаете, с вашего позволения, банальный, возможно, вам покажется, но тем не менее, очень важный для наших, для всех нас, украинцев, вопрос, зима, которая уже, как говорится, стучится в двери, тяжелая будет у нас? Сложная, да, сложная будет зима, я думаю, они не остановятся от попыток опять же делать все, ну и мы уже научились, и мы учимся, и, а у нас, понимаете, я всегда всем говорю о том, что у нас, у нас нет другого выхода, как пережить осенне-зимний период. А у нас есть другой выход, не пережить зиму, нету, поэтому мы, стиснув зубы, будем ее переживать. Если, вот как, чтобы было легче нашим партнерам, есть несколько моментов. Это ПВО для энергетики, это действительно важно. Это наложение все-таки, а я уже все жду, не дождусь, когда на этот, вернее, на неуважаемую российскую корпорацию Росатом санкции какие-то, хоть какие-то уже пойдут, да, о том, что, чтобы не чувствовали о том, что, а, ну, если чего, мы единоразовым контрактом договоримся, и мы должны все готовиться. У нас должны быть альтернативные источники, там, экофло, дизель-генераторы, солнечные панели, накопители и все остальное. Но мы должны сами о себе тоже подумать. Очень сильно. Спасибо, да. Спасибо вам большое за эту беседу. Вы, знаете, очень, мне кажется, тепло пообщались. И очень хочется, чтобы, когда мы с вами общались в следующий раз, было еще больше, ну, знаете, поводов для оптимизма. Спасибо вам, Громан Григорьевич. Вам большое спасибо. Очень рад был с вами пообщаться. Григорий Плачков был в нашем эфире.